Некоторые мои ученики никак не хотят понимать, что есть процессы в английском. И вот я вам хочу показать. Вот это жук. Вот жук, да? И, допустим, мы его назвали, как хотите, можете назвать как баг, как для компьютера. This is a bug. Или this is a beetle, как в Beatles. И вот мы знаем, что такое, что как жук, да? А дальше процесс строится надо to be, помощник. Прибайтинговую форму глагола. У нас есть глагол to ride. Это скакать, ехать, да, там на лошаде, на велосипеде. Ну вот у нас на жуке будет, да? Вот. И to be. Ride превращается в riding, да? И впереди надо поставить to be в своей форме. Если I'm riding, you are riding, she's riding. Все это вы знаете, да? Очень просто. Три имени всего, глагол от убитки. Вот. И сейчас я сяду на жука. Ну, я не буду садиться, как дети, да? И буду на нем скакать, вот. А, не, буду садиться, как дети, потому что, в принципе, я не намокну. Вот, смотрите, неудобно с сумкой совсем, да? Смотрите, вот как дети. И получится I am riding a beetle. Почему у нас там предлога нет? Потому что I am riding, вот я буду качаться вместе с жуком, вот так его держать за уздечко, да? I am riding a beetle. She is riding a beetle. She is riding a bug. Понятно? Ну, а теперь обыкновенные подстановки. Вместо жука подставьте, на чем вы скачете. Вместо скакать подставьте, на чем вы сидите или едете. И вот вам получится или летите, да? Или готовите, ну, неважно, или пьете чай. И вот у вас получится много-много предложений, если вы попробуете все триггерные слова. Thank you for being with me today. Thank you for your attention. Hugs and kisses. Have a great day.